а всем пенсионных и лук я продолжаю проходить объединенный под два года но сейчас я здесь нахожусь возле Петренко и в первую очередь я хочу купить у него здесь вот есть такой прицел вот OPS-1 тюльпан но правда он здесь не всегда у него появляется можно сохраниться, перезагрузиться и он должен появиться здесь покупаем и этот прицел мне пригодится для моего АК-107, который я получил в прошлой серии от Фримена просто хочется уже побегать с каким-нибудь другим оружием посмотрим как он стреляет я вот уже поставил на него подствольник так что с ним будем бегать также у Петренко сейчас возьмем задание так привет сталкер есть задача требуется твоя помощь смогу помочь смогу почему нет если награда соответствующая ну в общем он просит нас найти гаусс пистолет на свиноферме в темной долине хорошо берем это задание и зачем пришел нужно отправляться туда как можно быстрее потому что там сталкеры которые там бродят могут этот пистолет забрать и потом придется его у них выкупать так но сейчас еще быстренько забежим в бар там нужно поговорить с охотником это будет намного важнее чем гаусс пистолет так что сейчас бежим туда вот к охотнику так же я вот взял тут разные продукты жилые можно будет поменяться потом так что вот так вот так привет охотник есть просьба от одного бандита от тебя что ли более бандитской рожи я еще не видел на свою посмотрел каш короче урка один жила хочет ствол у тебя купить продаж если конечно уже не пропил его больше он ничего не хочет да я это ружье хотя черт с ним ладно пусть пивка мне достанет банок за 20 нет 40 короче принеси от него что-нибудь полезное тогда и поговорим пиво да ты спятил откуда здесь пиво ладно передам так ну тогда сейчас нужно идти к жиле в темную долину и передавать ему о том что вот так и так нужно пиво собрать но сначала заберем там гаусс пистолет в общем встретимся уже в темной долине ну что ж вот я уже в темной долине нахожусь я вот здесь вот в этом месте Петренко нам вот здесь набросал такой вот планик где может находиться этот гаусс пистолет ну вот он находится вот здесь вот все отлично у меня первый раз этого гаусс пистолета здесь не было не знаю может он провалился под текстуры но сталкеров здесь ни у кого тоже его не было ну по крайней мере они его не продавали я загрузил автосейв когда переходил в темную долину но он у меня появился здесь так что вот так вот так вот он выглядит есть в нем один заряд можем попробовать из него выстрелить по кому-нибудь ну ладно ну сейчас тогда бежим на базу к бандитам к жиле так вот я уже возле базы бандитов и здесь нам нужно еще забрать БДА для Акима он просил его найти он говорил что этот БДА находится возле крана а именно вот здесь вот все забираем отлично теперь главное его не потерять типичный БДА каких в зоне много к тому же нерабочий и побитый видно что бывший хозяин был с ним не очень бережлив сломанный БДА хорошо а теперь уже отправляемся к жиле все я возле жилы поговорил я с охотником согласен отдать тебе ружье пиво но только если ты ему пиво найдешь чего пиво хотя может и найду сколько просит два ящика баночного эх так и не попробую я пиво видать ну ладно записывай координаты скрона на кордоне с большой земли пацаны подогнали на день рождения мой затарили у сидра под носом в общем если принесешь друзья то я тебе скажу где ПДА хорошо так у нас появился тайник на кордоне да да вот рюкзак возле деревни недалеко от лагеря новичков сгинул какой-то сталкер надо бы посмотреть его добро странно как то он так называется но ладно так но сейчас я еще здесь у него поменяю разные вещи и потом уже отправляемся на кордон ну что ж я сейчас на кордоне здесь вот возле сидоровича еще я из своего тайника взял гравий костюм и забрал много разного хабара здесь уже кое-что сидоровичу продал ну сейчас еще здесь задаю ему задание уничтожить бандитов возле негропром он нам дает гранаты так и какое у него здесь еще задание ух ты сколько всего перекрыть отряд долгов в темной долине бить кровососов в темной долине руку псевдогиганта притащить это у меня по моему есть да вот она есть так что сейчас эти сиды еще и подгоню корсечи тос так на то что мне этот не нужен руку бюрер это у меня тоже есть так щупальца кровососа это у меня тоже есть так хвост псевдособаки вот это вот я не знаю а нет у меня он есть конечно же так хвост псевдособаки отлично что еще все артефакт медузы эти не хочу отдавать убить кровососов в темной долине и прикрыть отряд долга ну давайте возьмем правда прикрыть отряд долга от атаки бандитов у меня же там бандиты друзья так что я не знаю давайте возьмем только убить кровососа все все и больше ничего так ну и в принципе наверное все так сколько у меня веса веса нормально он мне здесь давал тозы всякие но мне это не надо сколько патронов у меня уже ну в общем продал там сидрый щитоз ну а сейчас отправляемся за тайником жилы так он находится здесь вот сейчас посмотрим что там у нас имеется только пиво или может что нибудь еще так здесь где то артефакт наверное там где аномалии но пофиг за ним я сейчас не пойду так там кабанчики у нас похоже с ними сейчас придется немножко повоевать но как я не знаю потому что у меня сейчас достать оружие нельзя ладно тогда сейчас подходим и забираем все надеюсь места хватит должно хватить так 60 банок ни хрена себе офигеть нам же нужно 40 вроде бы а тут 60 нифига себе так вон там артефакт какой то так в общем берем так потому что нету времени брать через инвентарь так ну сколько у нас веса 1094 ладно ну теперь уже бежим тогда наверное сейчас в бар я там выложу все вот эти вещи а потом идем в темную долину отдавать жилье это пиво ой 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 нет подождите что я говорю нам все правильно нам надо в бар отдавать охотнику пиво так что сейчас отправляемся в бар все добрался до бара до охотника привет все заблудшая душа тише сталкер не шуми башка гудит что надо до сталки он пивка чё пивка какого пивка а так я же пошутил вообще-то ладно давай сюда трубы у меня горят так ну на забирай алкаш несчастный бери свое моего твоего короче забирай ружье и шевели батонами умник так отлично мы получили тос 34 охотник вот этот вот который и сами нашли ну и теперь этот тос нужно отнести жили но сначала я тут разложу вещи по тоникам точнее по одному тайнику и еще нужно отдать петренко гаусс пистолет так разговариваем с петренко поздравия желаю есть гаусс нашел значит осложнения да нет никаких в общем правда там тусовались несколько подозрительных личностей но я с ними договорился золку долгу не останется давай код связи то солью тебя способ преобразования так хорошо так что требуется у сахара есть несколько экзоскелетов я договорился с ним обменять парочку на редкий артефакт поработаешь курьером рецептик с меня так пока что нет я туда не иду так а он нам дал он нам дал гравий из жарки отлично ну ладно сейчас тогда отправляемся в темную долину к жиле все добрался я до жилы так вот держи свое ружье доволен ну ты даешь братан конечно доволен а насчет моей доли твоя доля ждет тебя на градопроме вот здесь еще есть способ получения медузы из разного хлама в электру нужно кинуть голову тушка набит колбасу и консервы ладно проверю смотри обманишь порву как тузик грелку так нужно сейчас будет еще уничтожить здесь кровососа а затем отправимся вон агропром вот сюда вот здесь должен быть ПД крысюка но сначала я еще без записи у него здесь обменяю поменяюсь с ним потому что я там у кулинара купил тут консервы и колбаски так убиваем вот это вот кровососа по заданию от Сидоровича все ну и теперь бежим на агропром все я на агропроме вот здесь вот возле тайника мы идем его забирать так здесь у нас уникальный бандитский плащ единственный в своем роде черный бандитский плащ его особенность быстрое установление сил так так такой вот пистолетик эмбрион дикого кота патроны и ПД крысюка крысюк много чего вынюхивал записал свой ПДА боров боров за него глотку порвет хорошо ну и теперь вот тогда отправляемся в темную долину отдавать борову этот ПДА все добрался я до Борова здоров боров нашел я ПДА ну и где давай где моя доля будет твоя доля давай уже ладно вот ПДА лады вот тебе наводка на один схрон хороший правда человеческая с которым инфу снял дрянь был совок паршивый но хабарок должен быть хороший на севере армейских складов возле упавшего вертолета еще есть способ получения выверта нужно бинт консервы голову тушкана и колбасу в холодец кинуть ну ладно я просто смотрю я смотрю ты слово держишь еще увидимся пока так ну и вот после вот этого вот задания у Борова появляется диалог насчет снайпера по прозвищу Феннерер нам вот нужно его найти слушай ты случайно не знаешь такого человека Феннерером его зовут а че интересуешься на милитонов шпилишь да нет че ты взял я с трупа одного военного на него ориентировку снял чуть за него пулю не схлопотал не связывался бы с этим делом мой тебе совет темный за человек вряд ли ему понравится что ты за него интересуешься Боров ты же просил меня помочь я помог будь любезен отверь взаимностью ну ладно болтал я за кастый на затоне его ищи ранила его он туда и ушел там вояки вряд ли до него доберутся только прошу тебя не говори ему что это я тебе сказал где его искать не понравится ему это а еще я еще пожить хочу и это за молчание информации с тобой поделюсь я тебе дал опыт жизни и веду эта инфа мне не два не полтора а тебе в самый раз спасибо тебе боров не переживай не скажу а что за инфа пришел один парень зону из львовской области тертый сталкер я бы даже сказал прожженный на большой земле он увлекался видеосъемками снимал свадьбы дни рождения юбилеи корпоративы короткометражные фильмы делал однажды его заметил начальство первого национального телеканала и предложил контракт на съемку документального фильма о жизни зоны отчуждения деньги пообещали хорошие и он согласился так он очутился здесь после смены президента украины также сменилось руководство телеканала и про него просто забыли он сначала пытался всякими способами вырваться обратно из зоны но потом все же остался с ним остался и снимал дальше надеюсь что его работами заинтересуются иностранные телекомпании в своих походах по зоне за интересными материалами он узнал кучу важной информации и в итоге стал торговать ею сколотив таким образом неплохой капитал мои торпеды в районе где он обитает пронюхали что он обладает какой-то необычной ценной информацией я думаю при определенных условиях он мог бы поделиться ею с тобой там речь идет какой-то о серьезной научной разработке и упоминается какой-то прибор то ли биодетектор то ли биосканер не понимаю я в этих штуках понятно скорее всего это биорадар а как зовут того сталкера и где его можно найти найти ну ты чудак человек конечно в баре там же все фраера подобного ранга трутся я бы сам там оттопырился да и не любят нашего брата в тех краях а как зовут его я не знаю слышал только что погонял его у него какое-то странное мои люди курсовку мне за него написали а я отправить не отправить не смогли долговцы их спугнули спрятали они ее в камазе вот держи фото камаза найдешь курсовку узнаешь имя да и сначала найди этого сталкера и сделай что он попросит тогда и того кого ты ищешь и найдешь ну тогда мне в бар узнать имя сталкера которым говорил боров так узнать сталкер о котором говорил боров боров дал мне наводку где искать того снайпера из-за которого я чуть не слопотал пулю на кордоне он сказал что есть некий сталкер в баре который может мне помочь также этот сталкер владеет какой-то очень ценной научной информацией которая может быть мне полезной имени его боров не знает сказал только что его люди сбросили курсовку на него в районе камаза на заводе росток угу интересно так ну тогда тогда сейчас отправляемся отправляемся тогда в бар но сначала я хочу проверить здесь тайник этот открыт не открыт о открылся после того как мы выполнили задание так что сейчас можем здесь ух ты сколько здесь всего то два ящика водки в общем все забираем так в итоге у меня уже 48 бутылок а было 18 когда я сюда пришел я просто забыл выложить бутылки там в баре вот теперь вот так вот у меня такой вот запас так забираем антирады хлебушек это похоже испорчены да так здесь ничего нету здесь у нас аптечка здесь какой то простая бандитская куртка это мне не надо так еще радиоактивный батон здесь у нас такие патрончики ой так здесь ничего нету здесь у нас десять дроби десять джекана и f1 это забираем бинтик так здесь у нас ничего нету это тоже можем забрать так это забрать нельзя ну вот так вот отлично ну тогда сейчас я думаю отправляемся в бар чё они здесь все такие сидят в невидимых этих комбинезонах ну ладно так ну сейчас тогда отправляемся в бар нам там нужно еще поискать тайники коллекционера и плюс вот насчет вот этого сталкера что-нибудь разузнать так что будем думать что нам делать в какой последовательности так что сейчас отправляемся в бар в бар в бар Продолжение следует...